В полдевятого утра Кировоград уже стоял на рейде и ждал буксиры. Средний десантный корабль – один из немногих, кто пришел в Одессу своим ходом. И первый, кто преодолел заблокированный выход из Донузлава. Корабль выдержал переход, все нормально, измельчаний никаких нет. Люди здоровы, корабль здоров. После пополнения запасов будем продолжать работу. Работает Кировоград уже 43 года. Правда, в начале карьеры и до раздела Черноморского флота он назывался скромнее – СДК-137. Экипаж корабля – 40 человек, но только половина решила продолжить службу в украинских ВМС. В Одессу Кировоград шел под командованием командира корабля Константин Ольшанский. Рядовой и старшинский состав – это штатный экипаж СДК Кировоград. Офицерский состав – это мой Ольшанского. Набирали команду из того, что было, но тем не менее экипаж показал достаточно неплохую выучку. На берегу корабль встречали курсанты, командование, военный оркестр и швартовщики. Матросы убирают слабину в прямом и переносном смысле. Теперь Кировоград останется в Одессе, уже ставшей военно-морской столицей Украины. Это боевый флот, который должен выполнить все задания, которые на них будет покладывать государство. А именно это защитие государственного аустронизма, ценности государства, недоторганности ее границ и подводного простора Украины. Из Крыма уже вывели 13 кораблей. Теперь большая часть украинского военно-морского флота базируется в Одессе. Ксения Ноздрова, Эдуард Шендерович, Первый городской.